сколько вы живете в киеве ну я in and out наездами да не люблю киев нормально держится хорошо как-то в киеве теплее но потом еще люди разговаривают на украинском языке а на украинском языке даже знаешь и матом не хочется ругаться потому что такой язык пивоучий такой какой-то поэтический такое ощущение что ты все время разговариваешь с лесси украинка или по крайней мере с линой костенко особенно когда разговариваешь с девушками а я почему-то все время с ними разговариваю я себя ощущаю особенно на этом прямом когда прихожу как игорь северянин писал среди девушек нежных в остром обществе дамском я мгновение жизни превращу в гряза фарс ананасы в шампанском ананасы в шампанском из москвы в нагасаки из нью-йорка на марс но но приятно киеве могли бы осесть в киеве планируете может какие-то планы я да нет вряд ли наверное потому что потому что все таки все таки это не мой город и я вот за четыре года что я здесь нахожусь ну плюс-минус я все на себя чувствую как-то проездом а какой ваш город любимый вообще вот вы говорите не мой город а какой ваш город но у меня есть город город этим городом назвать нельзя в финале вообще нельзя назвать страной где живут люди но это родина ваша это не совсем финляндию нельзя страной где живут назвать где живут люди потому что когда вы туда попадаете такое ощущение что туда сбросили нейтронную бомбу все люди погибли а все остальное осталось интер то есть все в порядке даже вот качели качается где-то там на какой-то детской площадке возле какого-то домика вот я люблю такую страну знаете такую хуторную когда все спокойно никого нет ничто не меняется ни когда никто не интересуется политикой каким-нибудь новостным сообщением является то что перевернулся какой-то трактор и упал в озеро да это было случайно почему ну так получилось почему это было случайно и что я родился говорите что это было случайно почему это случайно удивительная случайность но мы просто проезжали мои родители через это место и вдруг начали рожать потрясающе а вот доска вообще потом где жили вот потому что в википедии вообще как бы про вас про вашу биографию не очень много информации можно найти я живу в москве всю жизнь я очень много путешествовал я очень долго служил в армии на дальнем востоке на китайской границе а как вас вообще занесло с наладчика часового завода учить английский язык и потом стать учителем преподавать ну это мы можем рассказывать целый целый день я был лучшим студентом института иностранных языков имени мариса тареза это был семьдесят восьмой год я тогда был молодой красивый и очень талантливый и и учил два языка английский испанский оба испанела что но надо говорить он покито чуть-чуть фильм смотрела вообще испанский очень легко учить как будет по-испанский пианист пиана пианиста пианиста а гитарист гитариста вот видишь ты уже а ты говоришь но конечно ты говоришь по-испански вот я учил испанский язык и английский и меня послали на стажировку в англию в один из лучших а какой-то был год 78 а как вообще такое возможно это же советский союз а тогда были стажировки у студентов особенно у таких у элитных скорее всего уже за вами следила когда бы ну случилось так поскольку мне платили 10 фунтов в неделю стипендия но это были огромные деньги но мне на эти огромные деньги хотелось купить джинсы там да там жвачку что там еще в кино сходить еще куда-то в более злачное место и я устроился если так это объяснил что так я выучил лучше язык то что в англии в лондоне особенно есть два языка английский язык и язык кокни где например говорят вместо эти эти говорит а чать вместо на анти на говорят но анти-най и такие дела глотал стопс такие и называется это язык кокни это язык низов это язык такого рабочего класса и если вы если вы считаете что знаете английский где-то вы его здесь и выучили в кемода или где-то как называется это учреждение у вас в киеве и вы приехали в лондон и попали в район где живут в кокни и не зашли в любой бар потому что кокни все время находится там то вы там вообще нифига не поймете как будто это какой-то другой язык но все-таки как вас в реально вот выпустили из москвы ну я же как понимаю что 78 год была программа каждый год 10 лучших студентов индиаза ездили на несколько месяцев стажироваться не жили за вами там потом не следили я же еще не кончил свой рассказ и я устроился работать в бар пивной бар настоящим барменом ну поскольку я устроился туда работать барменом то девушки не часто приходит в бар ну этот бар стал самым популярным среди женщин я там играл в такую игру такая называется дартс знаете выступал за команду этого бара на новогоднем соревновании винной корпорации вот не который принадлежал этот бар и наша команда заняла четвертое место я получил 400 фунтов это вообще было это было просто богатство все в те времена в общем я вел такую разгульную жизнь всех своих студентов я свозил на концерт бонни м там ну что то такое как в другие интересные места в конце концов меня вызвали в посольство сказали что мне срочно надо ехать на войну в афганистан переводчиком я говорю таким переводчиками фарси не знаю они горят там будут американские пленные нам нужно будет тогда опрашивать ну я полетел назад я летела один самолете в аэропорту меня сдержали меня долго очень допрашивали это был какой-то частный вес один самолете просто рейс аэрофлота тогда не были полны пассажиров я не знаю может и специально для меня выделили до этого до этой командировки меня уже практически распределили на курсы переводчиков оон и меня в общем стали обвинять в том что я был завербован английской разведкой что я нарушил правила поведения российских граждан за рубежом до много много чего в конце концов меня отпустили а как почему вас отпустили что просто взяли отпустили да ну я же никого не убил ничего не сделал искал что ничего не делал рассказал как бы вообще людей наказывали из более мелкие ну да но это же были не соленские времена когда сажали за анекдот вот и но как меня отпустили меня извини меня меня выгнали из института 4 курса меня выгнали из комсомола в то время я пошел работать на завод на заводе организовал кружок английского языка бесплатно учился их языку потом я мне разрешили поступить в другой институт на вечерний факультет я в течение там было смешно я одновременно преподавал английский язык и и и продолжал быть студентом а у вас книги вот рейс главные герои тоже очень хорошо владеет английским языком а вы его себя списывали нет у меня есть такой творческим а вот но я сейчас договорю про про ту историю что мы к ней больше не возвращались и я пошел работать на второй часовой завод работал нам наладчиком просто это было рядом с домом а зарплаты везде были одинаковые в принципе какая разница где работать труд он везде в почете мне можно я не боюсь труда я в армии служил здесь во мне тут здесь вам быстро отвыкнут эй вы трое ну коба ко мне что морды такие красные как огурцы водку пьянствовать беспорядок нарушаете молчать я вас спрашиваю я вам кто или нет в общем то у меня была такая трудовая школа вот а потом через год после того как я закончил институт и получил диплом учителя английского языка я поступил в элитную по блату меня там была знакомая директрис я поступил в элитную московскую школу ей правда пришлось вы выдержать там какую-то дикую осаду чиновников из министерства просвещения которые говорили что нельзя это не тот человек ну как то у нее будет было такое положение в москве она меня приняла и 9 лет я учил детей английском языку а потом устроился когда перестройка началась я написал письмо михаилу горбачеву что как вот я не за что пострадал я такой хороший настоящий патриот но меня вызвали в международный отдел цк сказали что все все обвинения против меня снято работайте где хотите и я тут же устроился работать переводчиком в асосе эти пресс а там буквально через неделю стал репортером язык у меня был приличный потом я стал продюсером тиви и нгут молнин британ потом в девяносто первом году я меня взяли переводчиком же лос-анджелес таймс московское бюро тогда это было огромное бюро размером больше чем этот дом в самом центральном месте в москве и нас было 25 человек были два повара приводить там все шикарно 4 потом он в конце концов к десятому году он сузился до одного человека этот человек был водителем поваром переводчиком корреспондентом фотографом и директором бюро это был я вот и там так работала потом лос-анджелес там собственно пошел на дно обанкротился и московский все практически евро это по моему сейчас одно брюсселе что ли сберу все европейские бюро закрылись и в общем-то мне он пришлось уйти на очень хороших условиях но я счастлив что это произошло потому что это позволило мне написать две книги которые потребовали всего моего времени а теперь мы возвращаемся к тому о чем вы спросили это трейсу и почему там герой в чем-то похож на меня это мой творческий метод он называется шах он называется казус шахматного коня вот муж приходит домой в 2 часа ночи пьяный плюс от него духами пахнет жена выходит видит его в дверях спрашивает саша ты где был смежи в жахматы играли это почему от тебя водкой пахнет шахматами пахнуть и начинают снимать штаны раздеваться на как мужики снимать что она я не трезвые снимают штаны смешно они там опускают одно что они наступают другой ногой до чтобы не нагибаться стягивать и потом я туда видел когда-нибудь вот а тут еще ситуация была ну ты видела в ситуации когда тебе было смешно и забавно и вот наш герой тоже пьяный непонятно где он был снимает эти штаны и его жена который в общем не такая веселая остроумные спокойные как ты она хватает эти штаны и начинает его лупить по морде этими штанами и в этот момент из штанов выпадает деревянной шахматной кони и она бросается мунаши целует его саша прости ну играй в шахматы хоть до утра вот все нормально и вот это вот та деталь которая делает ложь правдой и которая делает книгу книга я вокруг ротов деталях ну да наверное в этом в этом смысле вы правы это звучит немножко банально но мой метод такой если я могу не придумывать что-то то лучше я не буду придумывать потому что life is stranger than fiction а как вообще успех книги я слышала что она разошлась в россии очень хорошо и сейчас ее нет вообще на полках в книжных магазинах в россии и никогда не было на полках в книжных магазинах это книга запрещено в россии как аэропорт именно рейс просто я знаю что аэропорт был запрещен лишь даже рейс тоже да вообще моя фамилия запрещено я просто видел у вас на странице вы писали о том что разошлась нет расскажу я из финляндии раз в месяц получаю партию рейсов там сто двести рейсов и у меня есть менеджер который в отсутствии от меня по заказам рассылает эти книги по всей россии то есть рейс официально не запрещен а издателям запрещено его издавать из подполы можно сказать ну да ну как то тогда как общий рейс лучше расходится чем аэропорт в россии рейс в тысячу раз более популярны чем аэропорт потому что в россии аэропорт все-таки читают такой считают ну я считаю что неправильно пропагандой то есть вот у них там есть своя какая-то туфта которую они тоже считают пропаганды а это контр пропаганды поэтому читать они ее не будут может быть потом когда когда аэропорт напечатают официально в россии тогда и его будут читать но рейс сейчас самая популярная книга в россии ну потому что ну 100 книг в месяц расходятся просто за за одну неделю и поэтому я считаю что это действительно популярных ним это рейс эта книга для всех она же не сейчас уже она она уже вышла в литве оба пардон в латвии она выходит в литве она скоро выйдет во франции она ее переводят в польше в чехии это только начало учитывая что он только вышел и в украине это самая популярная книга я этому безумно рад он уже и на украинском языке вышел хотя я ну знаете вот хоть убейте меня не понимаю зачем с русского переводить на украинский я думаю это политическое все-таки решение какое-то я не о своей книге говорю вообще потому что все таки несмотря на всю эту войну которая идет в украине живет очень много русских они говорят по-русски по-украински украинцы говорят по-русски украинский и я всегда считаю если есть возможность книгу читать в оригинале я и английский то учил чтобы я очень любил в детстве читать книги я английский учил сначала для того в школе я лучше всех в школе знал английский чтобы читать книги в оригинале и я это сделал я прочел всю великую английскую литературу и в оригинале и поэтому когда ты читаешь например моего любимого писателя ивлена в английском языке а потом читаешь на русском это две разные книги поэтому ящик юмор весь потерян этот сатал химора английский и поэтому я считаю что в принципе можно было ее не переводить на на украинский язык потому что ну все в украине читают по-русски можно конечно поставьте такую позицию вот русские оккупанты там не буду по-русски читать его украина россия померится когда-нибудь я думаю что украина россия я вообще не хочу говорить что украина с россией помериться ну что это такое вот помирились две стороны что это значит в украине погибло огромное количество людей развален целый регион уничтожена инфраструктура все ну как помириться это что значит эти нельзя же человека оживить поэтому ну страны могут что угодно там делать жать руки друг другу или что-то но но вот эти вот раны кровоточащие они они будут заживать очень долго эти эти личные раны ну я считаю что украина с россией помериться только тогда когда россии не будет россии то есть это а что ли это нужно произойти распад россии получится а возможно ли дворцовый переворот в россии но вы резко читайте до конца в принципе конечно возможно конечно возможно в россии возможно все все самое невозможное узнаете вот есть такая книга замечательная дети арбата рыбакова про сталинское время да и и там мама одного парня которого посадили в тюрьму ни за что за стен газету она говорит своему брату который какой-то партийный чиновник она говорит вот если бы царь судил вас по вашим законам он бы еще правил тысячу лет вот путин это очень хорошо понимает поэтому он ужесточил законы до предела до того предела который допустим в наше время если сталин там ввел смертную казнь 25 лет там пытки все путин это сделать не может но он все плохое что он мог бы сделать он сделал и поэтому чем большее давление тем больше будет сопротивление но путина путин умрет своей смертью через сколько-то там лет ну да к сожалению к сожалению тогда начнется новая эра для россии нет тогда начнется распад россии путин это россия то есть и путин путин это главный продукт россии россии ни хрена не производит кроме путина путин все наша слава сила и оружие как говорили помните про брежневаюсь в россии нет ничего скрепного кроме путина вот путин уйдет и все начнет сыпаться потому что он окружил себя но он сам мягко говоря не не этот самый не 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 ганди но окружил себя такими придурками идиотами и самое главное безвольными людьми вроде медведева которые вообще даже колхозом управлять не имеет права и поэтому как только он уйдет ведь в россии посмотрите как развивалась позвали к после каждой тирании после каждой реакции начиналось потепление это естественно по синусоиде развивается страна поэтому николай 1 бабах помирает николай 1 надо отдать ему должное он проиграл крымскую войну и он тогда легко отделся поехал на парад и там находился на этом параде пока не заболел его спалением легких и не и у нее помер это было самоубийство но он держал россию по тем временам скажем в ежовых рукавицах после него александр 2 потепление оттепель отмена рабства все и так далее и вниз вверх вниз вверх после стали пришел хрущев оттепель замечательные фильмы замечательные книги после путина будет колоссальная оттепель выдать тюрьмы все политические заключенные абсолютно все но вот эти вот путинские приемы вот эти вот во всех республиках во всех областях они этим воспользуются как воспользовались все эти назарбаевы коровчуки и так далее в советском союзе я не говорю что это был плохо это было очень хорошо что это случилось но они это это делали для себя а не для народа и россия развалится на части в принципе в принципе россия чтобы воскреснуть от тысячелетнего сна от тысячелетнего кошмара от тысячелетнего рабства чтобы чтобы выжить в этом она должна умереть крым что будет скрывал на ваш взгляд ну я расскажу получим когда-нибудь обратно он не получен нужен вам крым лично мне наверное нет как человек лично как стране наверно ну да вроде он был был как только вы украли то я не вспомнила нет я всегда не помню я к чему это говорю что вот крым он был там там жили люди нам какие-то дороги река инфраструктура жизнь море какое-то да и туда ездили из россии все люди ездили из украины все и вроде все было нормально я вообще не понимаю зачем нужно было воровать крым если крым навальный сказал что крым не бутерброд и и в этих словах в общем-то есть рациональное зерно потому что крым его нельзя положить в карман и унести россии его укр знаете как это как будто вор залезает ночью тебе в квартиру чтобы своровать телевизор он подходит телевизору все там его упаковал все а унести не может но раз думать я его упаковал то он мой так и здесь не уже давно были планы по поводу крыма и я не знаю возможно это спрашивали как у путина когда вы пресс-конференции вы спрашивали про крым и все сказали что я дурак задал девушки вопрос если же работ войск а потом это произошло давай потом мне позвонили какие-то журналисты сказали сереже этот ты же идею подал нет крым конечно вернется в украину крым вернется в украину или потому сценарию что россия развалится и тогда он просто отойдет украине если он не отойдет турции вот это будет другая совсем история но я считаю что кто бы не привод например я прихожу после путина к власти ну первым моим декретом было вернуть крым по первым декретом вторым декретом вывести войска нет вывести войска чтобы как можно быстрее перестали гибнуть люди второй декрет я президент россии это должен быть какой-то гуманист в россии с гуманист и нужен в васлав гавил в россии таких нет кроме меня значит даже навальный не вацлав гавил он он будет делать то что нужно народу а народу не считаете что навальный это какой-то тоже кремлевский частично продукт. Можно мы про Крым договорим? Да. Значит, с Крымом как будет? Вот приходит к власти Навальный, условно. Условно. Или, ну, или более реалистично, Медведев. Снова. Да. И ему что нужно в стране? Чтобы отменили санкции, которые становятся все жестче, жестче и жестче. Краеугольным камнем санкционирования является вопрос Крыма. Даже если они выведут войска из Донбасса, там вообще будут себя хорошо вести и ходить в пионерских галстуках, все равно Крым они не вернут. И санкции не отменят, пока Крым не вернут. Поэтому Медведев условно говорит, что были допущены... Дорогие товарищи, я должен вам сказать, и, конечно, все вы это понимаете, что были допущены перегибы. Действительно, наши танки, наши зеленые люди были в Крыму. А это недопустимо, потому что основным основным критерием того, чтобы принять Крым в состав России, было голосование крымчан. Оно проходило под дулами автоматов. И мы не можем этого отрицать. Поэтому я предлагаю Государственной Думе и федеральному собранию двухпалатному предлагаю объявить настоящий, честный, открытый... Референдум. Это не я, а Медведев говорит. Референдум. Все там хлопают, все так... Ну, там они понимают, они же... Давайте введем войска, да, все единогласно. Давайте проведем единогласно. Что начальник скажет, то и правда. Вот скажет, сказал Медведев. Ну, там кто-то какой-нибудь дурак там покричал или что-то, ну, все приняли. Проводится референдум в Крыму. Я не знаю, как они проголосуют. Я не уверен, что если провести честный референдум в Крыму, что они по-другому проголосуют. Может, процентное содержание будет другое. Но все эти военные пенсионеры все равно проголосуют за то, что они уже типа проголосовали. Но тогда вступает в действие главное оружие России это ложь. это то... Пропаганда. Да, да. Это вот этот бульон, в котором Россия последние там тысячу лет живет во лжи. И особенно при Путине он стал такой густой, наваристый этот бульон, потому что кроме лжи вообще ничего нет. И тогда считают голоса в Кремле в принципе ни на каких выборах при Путине никто никогда голоса не считает. Зачем считать? Это же напряженно. и вообще это трудно. Россия технологически это не очень способна это делать. И вообще с математикой не дружит никто в этой стране. Поэтому зачем считать, если можно просто написать? Вот. И напишут, что оказывается крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Вот что и требовалось доказать. Это скажет Медведев воля народа. Нравится нам это или нет? Мы теперь будем жить не по лжи. И Крым возвращается в Украину. Вот это реальный сценарий. То есть они как своровали. Знаете, вот этот вор ворвался к вам в дом. Знаете, как два вора забираются в дом и начинают что-то там воровать. А в соседней комнате спят хозяева. И вот они одно тихонечко берут, третье, пятое. А потом один видит хороший коньяк и говорит ой, какой коньяк. Ну что, бери бутылку. Да нет, давай по рюмочке давай. По рюмочке налили, свыгали парюмочки. Тихо, тихо. Еще давай по одно еще. Слушай, а давай теперь тихонечко споем. Вот таким образом вот ворвались в квартиру грабители. Это как было с Крымом. Украли у вас телевизор. Отдадут они его как? Вернут. Как вернут Крым? Эти грабители ночью взломают новые замки и тихонечко поставят телевизор вам на место, как будто он там и был. Вот я говорю, что такого в жизни не бывает, но именно так возвратят Крым. Они его украдкой украли и украдкой вернут. А наша война? что с ней будет? Как только Путин сдохнет... То есть все упирается по сути Путина. То есть он будет как, знаете, кащея бессмертность. Если его убили, то все закончится. Я вам вот что скажу, что пока Путин жив, ничего хорошего в России не будет. И все остальное тоже будет очень плохо, что касается России. Поэтому все это роль личности в истории. если можно каким-то образом... Я вообще считаю, что западные санкции против банков, против еще чего-то, все это ерунда. Санкции должны быть только против одного человека, против Путина. Вот они объявят, скажут, что Путин это вор, убийца, то, чем он является, собственно. Все же это понимают, но жмут ему руки, встречаются, о чем-то беседуют. Да нахер эта дипломатия нужна? Объявите, что Путин вне закона. И пускай он куда-то в Конг ездит или что. Вот это заставит людей в России начать шевелить мозгами. Ну, не может весь мир считать нашего лидера вне закона, потому что они идиоты, такого не может быть, потому что такого не может быть никогда, как сказал Антон Павлович Чехов. Вот это было бы самой действенной санкцией. И один из последних вопросов. Когда война стала наша, а для вас перестала быть черно-белой? Как перестала? Ну, вот вы говорили, что журналист должен быть объективный. И вот в одном из интервью вы рассказывали о том, что она перестала для вас быть, вот как вы перестали быть наблюдателем и стали ее частью. Вот когда наступил тот момент? Ну, он практически сразу же наступил, когда началась война. Потому что я был в этом самом Славянске, я видел, как все это происходило, я видел, что совершенно чужие люди приехали в город, захватили здание административное, я видел, что происходило в аэропорте, в аэропорту в Донецком. Здесь такая путаница, если мы говорим о романе, то в аэропорте, а если говорим о здании, в аэропорту. Я видел, что происходило там, и для меня сразу было ясно, что... Понимаете, когда ты всю жизнь проводишь на войне на какой-то, то на одной, то на другой, то на третьей, то на восемнадцатой, ты, в общем-то, привыкаешь к тому, что в каждой войне у обеих сторон есть своя правда. Например, вот на Горный Карабах на верху горы находится Степанакерт, где преимущественно жили армяне, а чуть пониже по этой, по серпантинной дороге находится Шуша, где преимущественно жили азербайджанцы. И разговаривая и с теми, и с теми, ты понимаешь, что и у тех, и у других есть какие-то причины. ненавидеть там, быть озлобленными. Когда ты находишься на войне в Абхазии в 93-м году, и ты разговариваешь с абхазами, потом разговариваешь с другой. Там, понимаете, вот, например, берем какую-то абхазскую деревню, захватывают ее грузины, они грабят и сжигают все абхазские дома. Потом приходят абхазы, выбивают их оттуда и сжигают, и грабят все грузинские дома. И потом, что это такое? Хиросима. Ребята, а для чего все это было нужно? Вот там была у каждого какая-то своя правда. И те, и другие совершали преступления. И так было везде, в КООС, куда не пойдешь, эти две расскажут про какие-то отросли, эти зверства. Другая сторона тоже расскажет про военные преступления. А здесь, в Украине, я увидел, что война это черно-белое. Потому что, с одной стороны, это зло, с другой стороны, это добро, потому что добро защищает свою землю, вынуждено защищать. Я вообще считаю, что вот эта война, она превратила, ну, не до конца еще, но превращает, единственный плюс этой войны, если так его можно назвать, она превращает Украину из такого обломка Советского Союза в сплоченную нацию, украинцев, независимо от их национальности. Вот. Так. Это единственный плюс этой войны. А минус все остальное, человеческие жизни. А вы планируете еще ехать на Донбасс? Ну, вот я сейчас снимаю этот фильм, я там уже две командировки на Донбасс сделал. Ну, конечно, мне это интересно, и мне интересно, что там происходит. Я очень хочу поехать на ту сторону и сделать документальное исследование о том, как они там живут, что там происходит. Я понимаю, что вот эта та часть Украины, она превратилась в такой город-зеро, застрявший между прошлым и будущим. И мне интересно посмотреть, что там происходит, и рассказать об этом. Будем надеяться и смотреть, что у вас удастся, и на следующие ваши творческие успехи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Катя. Спасибо.